Итак, можно ли обезопасить себя от получения электронной повестки? Например, сменить номер телефона или закрытие банковских счетов? Да, сразу люди думают, как обмануть систему, которая только что обманула их. Но, кажется, этот случай смены телефона, смена закрытия банковских счетов, открытие каких-то новых банковских счетов, это не очень хорошая идея. В смысле, что это не будет никак касаться вот этого реестра военнообязанных. С реестром военнообязанных много чего непонятно, но самое главное, что смысл этого законопроекта, который скоро станет, видимо, законом, в том, что россияне лишаются права решать, принять повестку или не принять, и как-то вообще что-то с этим делать. То есть государство само будет за людей решать, приняли они повестку или нет. Поэтому насколько будут данные в этом реестре актуальными, насколько там будут старые данные, новые данные, это совершенно неважно. Просто власти будут объявлять, что они выдали повестку, и теперь человек считается должным, ему нужно идти в военкомат. Ну, то есть как депутат Луговой сегодня говорил, когда меня спросили, а есть человек в тайге, у него нет интернета? Он говорит, ну, он же когда-то выйдет из тайги, а так не получил его проблему. Он априори получил в тот момент, когда эту повестку отправили. Вообще редкий случай, когда можно согласиться с депутатом Луговым и вообще с некоторыми другими депутатами, которые сегодня говорили, что они не понимают, как можно так быстро принимать такого рода важные законопроекты, ни с кем не посоветовавшись и не подумав. Хорошо, пойдем далее. Следующий из числа самых часто появляющихся вопросов. Даже если я удалю аккаунт на госуслугах, мне смогут вручить электронную повестку? По всей видимости, удаление аккаунта на госуслугах не приведет к тому, что вы будете как-то не включены в этот реестр, а если вы будете включены в реестр, то значит повестка вам будет считаться врученной. То есть таким образом удаление аккаунта на госуслугах это такая, ну, очевидная мера. Хочется сразу, если тебе придет повестка в госуслугах, значит надо удалить госуслуги. Но может быть это не очень хорошая идея, во-первых, из-за существования этого реестра, а во-вторых, на госуслугах можно делать какие-то вещи удаленно. В случае того, если вы лишитесь этого аккаунта, то вам придется идти в МФЦ и в МФЦ получить повестку риск гораздо больше и очевиднее. И таким образом вы лишите себя тоже возможности не ходить, не сталкиваться с органами государственной власти лицом к лицу. Следующий вопрос, мне кажется, один из ключевых рисков, предположить, что он чаще всего и появляется. Это вопрос, как же тогда теперь не получить повестку? Да, ну вот прекрасно, мы консультировались как раз с Алексеем Табаловым, и он ответил односложно, буквально никак. Все, эта часть жизни пройдена. Теперь не вы решаете, получили вы повестку или не получили, и как ее избежать. Все, теперь за эту часть жизни россиян отвечает государство полностью. Никак, к сожалению, никак. То есть, соответственно, все те модели поведения, реакции и всего прочего, которые активно обсуждались и многими применялись в сентябре-октябре на фоне мобилизации, они так или иначе устарели? Возможно, этот законопроект и является ответом на то, как люди пытались избежать получения повестки. И мы, и многие, и все правозащитники говорили, что не надо брать повестки, не надо ходить в военкоматы. Очевидно, что это какой-то ответ на это. Ну да, не хотите брать повестки, не берите. Если мы ее вам отправили, вы ее уже как будто бы взяли. Идем далее. Следующий вопрос, который получает служба поддержки, вопрос, который интересует и беспокоит многих, в частности, видимо, тех, кто уехал на фоне мобилизации. Я уехал из Российской Федерации, боюсь, что мне придет электронная повестка. Что делать? Ну тут есть две разных ситуации. Если вы твердо решили... Если вы мужчина, да, мы говорим сейчас только о мужчинах. Если вы мужчина, вы твердо решили, что вы не приезжаете в Россию ни при каких обстоятельствах, то вам ничего делать не надо. Живите спокойно, вас эта часть жизни больше не касается. Смотрите со стороны на то, как все остальные что-то шубуршат, что-то делают. Значит, а если обстоятельства складываются таким образом, что вам, возможно, нужно будет когда-нибудь, например, в ближайшее время приехать в Россию, то риски... Во-первых, риски этого существенно возросли, что вы приедете, но не сможете уехать обратно. А во-вторых, нужно попробовать удаленно открепиться в военкомате, поскольку если вы живете больше полугода не в России, то вы, в принципе, имеете право не служить в армии. И вам нужно удаленно, лучше с помощью юриста, отправить соответствующее письмо, в котором вы приложите доказательства того, что вы находитесь больше полугодов за пределами России. Подойдет виза Д, любой вид на жительство, да, с временем. И, ну вот, это работает, да, то есть можно таким образом открепиться и не считаться подлежащим призыву в России в связи с тем, что вы не живете в ней. Ну, наконец, последний на сегодня, но, очевидно, не последний в принципе в рамках этой темы на ближайшие дни вопрос. Все эти изменения коснутся текущего призыва или нет? Как всегда, с такими законопроектами ничего не понятно, да? Без ответа. Значит, во-первых, это пока законопроект. Он формально не принят Советом Федерации. Хорошо, подождем два дня. Да-да-да, кажется, Совет Федерации завтра буквально собирается по этому поводу. Вот. Дальше есть этот реестр, который пока не заработал, его пока никто не видел. Когда он заработает, нет никаких сроков, да. В Госдуме говорят, что это все коснется только следующего призыва. Ну, как бы, во-первых, грош цена этим сообщением. В жизни раз они как-то опровергались или быстро менялись по ходу. Поэтому правильный ответ мы не знаем. Так же, как мы не знаем, коснется ли это тех, кто подлежит мобилизации. По сути, в законопроекте, в самом тексте ничего не говорится о том, что это может не коснуться этого призыва или это может не коснуться мобилизованных. То есть если верить буквам, которые, кажется, как мы сегодня узнали, не все депутаты прочитали перед тем, как одобрить, то ничего нам не говорит о том, что это не коснется людей в самом ближайшем времени. Может и коснуться. В общем, пока, из всего того, что я услышал за последние 25 минут в этой студии, ощущение, что все это коснется всех. Спасибо. Спасибо большое. По не самым приятным поводам мы собираемся, но тем не менее. Это правда. Александр Поливанов, главный редактор службы поддержки. Следите за службой поддержки в Телеграме, в Инстаграме, в ее приложении. Поддерживайте ее работу.